Привет! С вами Корней. Сегодня я покажу вам, как приготовить препарат, способствующий продлению жизни. Он основан на работах американского учёного Бьёркстона. Бьёркстон предположил, что причиной старения являются поперечные сшивки. Это химические связи, которые склеивают между собой различные молекулы белка. И не дают им функционировать. Как выяснилось, такие ненужные химические связи возникают даже между нитями ДНК. После чего клетка в значительной степени теряет свою жизнеспособность. Бьёркстон пошёл дальше. Он решил найти ещё и средство, которое могло бы эти ненужные химические связи разрывать. То есть разрезать эти поперечные сшивки. Для этого он использовал почвенных бактерий. Почему именно их? Потому что почвенные бактерии питаются старыми сухими листьями. А в таких листьях поперечные сшивки возникают в изобилии. Их там очень много. И для того, чтобы подобную пищу нормально усваивать, бактерии эти поперечные сшивки разрезают. Для этого они выделяют специальные ферменты. Бьёркстон стал эти ферменты вырабатывать в своей лаборатории при помощи тех же бактерий. И поставил в дальнейшем эксперимент на крысах и мышах. Действительно, крысы и мыши в его лаборатории омолаживались. Они прожили значительно дольше своих сородичей. И что самое главное, этот препарат совершенно не имел никаких вредных побочных эффектов. Итак, сегодня мы будем изготавливать подобный препарат. Но, естественно, я не могу добыть ферменты из бактерий. Я буду использовать дождевых червей. Почему именно их? Ну, потому что черви питаются точно такой же пищей. То есть старыми засохшими прелыми листьями. Их организм способен, следовательно, эти поперечные шивки разрезать. Возможно, черви это делают самостоятельно. А может быть, в их кишечнике живут те самые почвенные бактерии. В симбиозе с ними. Сама мысль об этом у меня возникла после того, как я недавно снова посмотрел мультфильм Futurama. В одной из серий, герои этого мультфильма пьют газированный напиток Slurm. В котором секретным ингредиентом являются экскременты червей. Посмотрев этот мультфильм, я сразу вспомнил об опытах Bjorksten. И решил, что действительно, черви для этого очень хорошо могут подойти. Итак, приступим. Конечно же, когда вы наберёте червей, если вы последуете моему примеру, не забудьте их промыть. Это на самом деле не так уж и важно. Потому что всё это впоследствии будет дезинфицировано. Но всё-таки, какие-то лишние механические части в нашем средстве, они ни к чему. Итак. Наши черви. Добавляем водки. Надо брать именно водку. Потому что чистый этиловый спирт, он ведёт к сворачиванию белка. И следовательно, может повредить ферменты. А 40-градусный, подобных эффектов не вызывает. То есть, все вещества будут химически такими же. Таким образом, сейчас мы достигаем двойного эффекта. Во-первых, какие-то частицы земли обеззараживаются. Кроме того, водка является прекрасным растворителем. И все нужные ферменты мы получим в растворе. Так. 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 Достаточно. Теперь полученную массу мы должны профильтровать. Потому что сами по себе черви нам не нужны. Нам нужно только то, что содержится в их кишечнике. То есть необходимые ферменты. Теперь мы будем ждать некоторое время, пока раствор профильтруется. Ну что же. Наш ингредиент готов. Я профильтровал его дважды. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению напитка. Все аптечные препараты, изготовленные на основе спирта или водки, имеют почти всегда одну и ту же дозировку. От 3 до 5 миллилитров. Это примерно 1 чайная ложка. Мы поступим точно так же. Так. Я принимаю слёром уже примерно на протяжении месяца. И действительно стал чувствовать себя лучше. Я использую Байкал в качестве газированного напитка. Кстати, у Байкала достаточно интересная история. Когда-то он был разработан как альтернатива Pepsi-Cola и Coca-Cola. Но с учётом того, чтобы быть ещё при этом и полезным. Вы можете использовать любой газированный напиток на своё усмотрение. Я понимаю, что большинство моих подписчиков достаточно молодые люди. И они могут подумать, что им об омоложении думать ещё рано. Но на самом деле это не так. Почему организм сохраняет молодость? Потому что в нём существует некий механизм, который эту молодость поддерживает. Который исправляет поломки в организме. Так вот, этот механизм сам подвержен износу. И поэтому желательно не давать ему лишней нагрузки. Его надо беречь. Нагрузку на него можно снизить, используя например слёрм. Я даю слёрм также и своим друзьям. Если кто-то захочет последовать моему примеру. То я советую не говорить вашим друзьям об ингредиенте слёрма. Потому что люди могут просто отказаться от этого напитка. А кроме того, я считаю, что по-настоящему добрые дела нужно делать без ожидания какой-то ответной благодарности. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Korney. До свидания.